Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем молиться, и сегодня у нас второй стих 44 главы Исаии. «Так говорит Господь». То есть тогда, когда мы начинаем слушать, нам надо еще и понимать, кто говорит. Если это говорят люди, это один уровень послушания и восприятия, и анализа. Но если это говорит Бог, то здесь нельзя это пропустить. «Так говорит Господь, создавший Тебя и образовавший Тебя, помогающий Тебе от утробы матери. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный, которого я избрал. Не бойся». И сегодня я хочу обратиться с этим словом, чтобы страх не руководил нами. Если мы до сего момента жили, дожили, и Бог нас хранил, Он формировал, то и дальше Он знает, как защищать, и у каждого свой срок жизни. И пусть этот срок будет прожит нами достойным образом. Небесный Отец, я молюсь к Тебе сейчас о жителях нашей страны. Я молюсь Тебя о тех людях, кто вместе с нами присоединяется в молитве, чтобы действительно Тот, Который нас образовал, Тот, Который нас призвал, Тот, Который видел наше развитие еще в утробе матери, и Ты помогал до сего момента, Ты знаешь, как помочь дальше. И пусть упование на Тебя, доверие Тебе будет мощным и результативным. Я очень благодарна Тебе за то, что Ты делал и делаешь в наших судьбах. Я благословляю сейчас каждого человека познавать Тебя, как творящего судьбу дальше. Не только оборачиваясь назад, введя руку Твою, но чтобы для каждого человека пришло прозрение, что жизнь на земле – это Твое путешествие, и только с Тобой его можно одолеть и совершить достойным образом. Поэтому я высвобождаю сейчас эту силу благословения, я высвобождаю эту силу молитвы на прозрение каждого жителя нашей страны. Потому что страна преобразуется тогда, когда каждый человек займет Твое призвание в своей жизни, узнает о Нем и осуществит его. Благословляю Твоей помощью и Твоим покровом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Продолжаем молиться. Продолжаем.